Доброго-доброго воскресного утречка, дорогие мои! Если вы еще спите, то я иду к вам. У меня сегодня утренняя прогулка по мышку. Ну такая, знаете, прогулка кросс. Не так, что нога за ногу и поболтать, подумать, а прямо кросс с палками скандинавскими. Люблю, люблю это занятие. И, наконец-то, я к нему снова вернулась, потому что последние несколько лет из-за своей работы я не могла заниматься этим любимым занятием. И теперь, когда я ушла с работы, я полностью посвятила себя ему в том числе. Всем рекомендую необыкновенное занятие, очень полезное для организма. То есть, знаете, когда я начинала ходить в Пятигорске, с палками, то меня люди смеялись, спрашивали, что это, как это, зачем это. И вот я рассказывала им, насколько это полезно для сердца, насколько это полезно для всего организма, для плечевого пояса, для рук, для ног, для сердца. И вы знаете, сейчас, по-моему, только ленивые у нас с палками не ходят. Но, в общем-то, это и везде сейчас повсеместно очень развита. Это скандинавская ходьба. То есть, она пошла, я так думаю, раз Скандинавия, это, скорее всего, Финляндия, Норвегия. Я думаю, что люди там, привыкшие вести здоровый образ жизни, и большую часть времени, катаясь на лыжах, когда наступало у них короткое лето, они тоже не хотели бросать вот этот способ физической активности, и они изобрели вот эту вот скандинавскую ходьбу. Очень-очень полезную и здоровскую вещь. А вообще, я сегодня с вами хочу поговорить немножечко о здоровье. Знаете как, это будет не про цветы, сразу говорю. Для тех, кто пришел посмотреть на цветы, это будет вот такая панорама города. Я стою на Машуке, передо мной вот растилается панорама нашего города Пятигорска. И я хочу поговорить с вами о здоровье в каком ключе. Вы знаете, наш образ жизни, наша реальность такова, что мы большую часть времени проводим в основном в сидячем положении. То есть мы сидим на работе, потом мы приходим домой, делаем какие-то дела, и снова садимся где-то за стол, за телевизор, и еще что-то делаем. И вы знаете, от этого, в общем-то, страдают не только наши ноги, мышцы, суставы, но от этого страдают и все внутренние органы. Вы знаете, долгое время я не могла понять, что со мной происходит. Я начала часто болеть, у меня появилась такая жесточайшая усталость. Знаете, мне казалось, что я вот просто умираю. Каждый обед я засыпала прямо на рабочем месте. Причем, вот знаете, доходило до смешного. Я обслуживала клиентов, брала у него бумаги, допустим, на обработку. И в момент обработки я просто вырубалась. Представляете? Ну, это происходило, конечно, не на 5 минут, а на какие-то, может быть, секунды. Но я понимала, что с моим организмом происходит какая-то беда. Кроме того, вы знаете, я наполнилась вся водой. Я поправилась. И знаете, я четко всегда осознаю. То есть я понимаю, что там, может, я поправилась, может, это жир, может, это еще что-то. Но я понимала, что это не жир, что это я наполнилась вся водой. И знаете, вот наши врачи, они очень... Вот честно, я не люблю наших врачей. То есть с какой бы проблемой я к ним не обращалась, они всегда... У них всегда есть какой-то готовый, такой, знаете, готовые костыли для тебя. То есть ничего не надо делать, надо, ну, просто прими это как данность. То есть когда в 42 года я обратилась к невропатологу с головокружениями жутками, она мне сказала, что это климакс начинается. Извините, до климакса у меня было еще долгих 12 лет. А в 42, если у тебя головокружения такие, что до потери сознания и до рвоты, то надо же искать какую-то причину, надо же беседовать с пациентом. А знаете как, на прием пациента отводится 15 минут. И тут хоть бы карточку запомнить, не то что расспросить его, какой он образ жизни ведет, что он делает, чего он не делает, как он думает вообще сам. И вообще, вы знаете, я считаю, что здоровье – это дело рук спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть нужно искать, нужно следить за своим организмом, нужно понимать, что с тобой происходит. Это как, знаете, питание. Вот ты съел что-то, а у тебя изжога появилась, и ты понял, ага, вот это мне кушать нельзя, допустим, да, у меня изжога. То же самое и с другими какими-то нашими заболеваниями. Нужно обязательно отслеживать, что происходит. То есть я начала несколько лет назад, лет пять тому назад, у меня заболел левый бок. И я, ну, обратилась к врачам, начали искать причину, что мне только не ставили, каких только диагнозов. В общем-то все сошлись, что у меня коксоартроз. Отчего этот коксоартроз? Они не знают, то есть причину они мне не сказали. Они сказали, что, ой, это у вас перекошен таз, сделайте себе набойки, значит, полтора сантиметра на одну ногу. Можете себе представить, полтора сантиметра я должна была увеличить каблук на обуви, на всей обуви. И ходите типа того, что это от этого. Вот, но я долго не могла с этим смириться, потому что, вы знаете, я всегда говорю о том, что костыли это не метод. Это, конечно, помогает нам передвигаться, но это не выход из положения. Тоже так же я очень люблю, знаете, поговорку, вот это, когда говорят о том, что нужно ребенка научить не рыбу ребенку принести, а научить его ловить рыбу. То есть для того, чтобы ребенок сам мог самостоятельно в этой жизни как-то реализоваться, самоутвердиться. А если ты будешь ему в клюве все время приносить рыбку, то у него не будет потребности этого делать. Поэтому вот два основных таких моих постулата, это то, что костыли это не выход, и то, что надо учить ловить рыбу, а не давать ее в клюве, не приносить. Вот. И, в общем-то, вы знаете, спасибо огромное YouTube, столько умных людей там на YouTube, и нужно читать, нужно слушать, нужно вслушиваться. Я, знаете, знаете, некоторые лекции прямо конспектирую для себя. То есть не все сразу улавливается. Некоторую переслушиваю по несколько раз. И вот, вы знаете, по-моему, Ольга Шишова, мне очень понравилась такой специалист, и очень она толково обо всем рассказывает. И вот я начала делать несколько дней, уже пару недель, как я начала что-то делать по ней. То есть я сейчас, ну, око возрождения я делаю уже несколько лет, поэтому как бы это у меня не убирается. Но для того, чтобы убрать вот эти вот отеки со всего тела, да, я делаю лимфодренажный массаж, я делаю лимфодренажные упражнения специальные, тоже спасибо YouTube. И вы знаете, и я начала двигаться, потому что я твердо уверена в том, что все заболевания внутренних органов связаны прежде всего с недостатком движения и во-вторых со стрессами. То есть когда человек находится в стрессе или в депрессии, причем депрессия бывает явно выраженная и скрытая депрессия. Скрытая депрессия, когда человек с ним происходит что-то непонятное, ему кажется, что у него просто плохое настроение, но настроение плохое почему-то и день, и два, и три, и неделю, и месяц, и полгода. И как-то и смысла он не видит в жизни, и что-то как-то все непонятно. Но он не осознает, он не признает наличие такого заболевания, как депрессия, и он говорит, да ну что такое депрессия, это фигня, все. А на самом деле он уже находится в этой депрессии, в скрытой депрессии. А есть явная, конечно, депрессия, когда человек отдается полностью этому заболеванию, но что он понимает, что у него депрессия, он просто ложится и лежит. Но в это самое время, когда мы испытываем стрессы, когда мы испытываем какое-то нервное напряжение, когда мы испытываем депрессию, все наши органы находятся в таком, знаете, сжатом состоянии, в тонусе повышенном. И тут зависит все, знаете, как я вот разбиралась, все зависит от того, например, какие негативные эмоции вы испытываете. Ну вот если вы часто гневаетесь, но не можете выразить, например, свой гнев, как это делаю я, я всю жизнь считала, что это, ну знаете как, это некрасиво, это неправильно, так не должно быть. И гневливых людей я, в общем-то, ну не сказать, что презирала, но я их недопонимала, недопонимала, мягко говоря, и не любила. Вот, и поэтому свой гнев я прядала очень глубоко у себя в душе, и в итоге, итогом явилось то, что у меня удален желчный пузырь, и у меня большие проблемы, в общем-то, с печенью. А если с одним из самых главных органов организма проблемы, это печень, да, отвечающая за кроветворение, то, конечно, посыпятся и следующие остальные все органы. Вот, и, конечно, прежде всего нужно убрать вот этот вот стрессовые ситуации, то есть я не говорю, что их надо убрать, мы их не уберем, да, то есть в нашей жизни происходят всегда те или иные события, и не всегда они для нас приятны, и не всегда они для нас комфортны, и очень часто мы их не принимаем, да, но тем не менее нужно научиться относиться к ним так, чтобы это не влияло на тебя. Вот я последние недели, когда ушла с работы, я, вы знаете, я не просто так сижу дома, я вообще не сижу, можно сказать, я постоянно чем-то занимаюсь, и в то время, когда я занимаюсь какими-то домашними делами, глажу ли бельё, или мою ли посуду, или там, я не знаю, даже занимаюсь что-то с цветами, я всегда ставлю себе какие-то лекции, которые, ну вот, слушаю, и тут я попала на такого бизнес-тренера, ребят, ну, могу ошибиться, Наталья Грейс, по-моему, очень рекомендую послушать, умнейшая женщина, и причём она так здорово всё просто рассказывает и говорит, и вот я подсела на её лекции по ассертивности, послушайте, знаете, я не хочу вам рассказывать, то есть я не специалист, я не бизнес-тренер, я не коуч, поэтому я не могу вам так грамотно и правильно всё рассказать, могу ввести в какое-то небольшое заблуждение, причём вы же знаете, что любую информацию мы воспринимаем и проводим через призму своего восприятия, своего интеллекта, своего воспитания, своего жизненного опыта, поэтому я вам могу немножечко что-то не так рассказать, поэтому, кого эта тема заинтересует, посмотрите её видео, и она вам там всё расскажет, значит, ассертивность, как я её понимаю, знаете как, это как быть уверенным человеком, или как, я по-другому говорю, как противостоять этому миру, то есть для меня очень важно в её лекциях было что, как противостоять хамам, или как ответить на какой-то хамский выпад, или какой-то такой, знаете, недоброжелательный выпад в твою сторону, и при этом как-то не, знаете, себя не раздраконить, то есть не отреагировать эмоционально, то есть не обидеться, не разгневаться, не раздражиться, не испытать раздражение, не испытать обиду, а как выйти из вот этой ситуации красиво и самое главное полезно для себя. Я думаю, что вот такие лекции, такая информация будет полезна ну очень большому количеству людей, потому что все мы так или иначе когда-то сталкивались с каким-то хамством, с каким-то не очень хорошим к себе отношением, в общем-то несколько лет назад я узнала такие термины, как токсичный человек, потом я узнала такой термин, как абьюзер, тоже очень интересный и как оказалось в моем окружении, даже в самом ближайшем, есть такие люди и понимаете, мы их не можем никуда деть, потому что абьюзерами могут быть и мужья, и сестры, и даже родителями, и токсичными людьми в том числе, но мы же не сможем, допустим, бросить своих родителей, отказаться от своих каких-то родственных связей, поэтому мы должны правильно реагировать на вот таких вот людей, на такие выпады. И, в общем-то, Наталья Грейс очень толкова, она, знаете, она говорит даже какие-то моменты чётко, вот нужно, вот вам сказали это, а вы ответите вот так-то. Вы знаете, это очень здорово работает, причём так прикольно, меня это последнее время стало даже не столько расстраивать, сколько веселить. То есть, когда мне кто-то пытается сказать какую-то гадость, я сразу же пытаюсь найти какой-то подходящий для меня ответ, и в душе я не испытываю никого, ничего, ни досады, ни обиды, ни раздражения, ни злости, ни гнева. То есть, я сказала и забыла. Вот это очень важно. И поэтому, прежде чем пить какие-то таблетки, прежде чем бежать к врачу и просить его, дайте мне уколы, дайте мне таблетки, дайте мне ещё что-то, нужно обязательно подумать, что с тобой происходит, и что с твоей жизнью не так. И, в общем-то, к этому, с этим работать. То есть, убирать внутренние зажимы, убирать эмоциональную какую-то нестабильность, и, прежде всего, двигаться, 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 заниматься спортом. Поверьте, для этого не нужно даже больших денег и сил. Очень много лет я ходила пешком на работу, а это было 40 минут утром туда в хорошем темпе и 40 минут обратно. И уже этого мне достаточно было, что хорошо себя ощущать. А потом я села на машину и стала ездить на машине. И всё. И наступила катастрофа для моего организма. Ну, в общем-то, наверное, и всё, что я хотела вам сегодня сказать. Вот панорама такая города. Сейчас я вам с вами поздороваюсь. Надеюсь, что вы меня видите. Пока-пока. До новых встреч. Пишите мне в комментариях, как вы, как вы, как вы заботитесь о своём здоровье, как вы выходите из каких-то стрессовых ситуаций, из каких-то таких неприятных моментов. Может быть, вы посоветуете мне послушать кого-то на эту тему интересную, очень подходящую. Но вот пока я вам могу, река, порекомендовать, посмотреть Шишова Ольгу, её лекции о том, ну, что нужно сделать в плане физическом воздействия на организм. И Наталью Грейс, это психологическое, эмоциональное твоё состояние, как противостоять этому миру и выйти из этого победителем, скажем так. Ну, всё, дорогие мои. Я на этом заканчиваю. Пока-пока. С вами была ваша Светлана. Субтитры создавал DimaTorzok